Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и у нас в игре появился супер альфач на 10 уровне, новый тяжелый коллекционный танк 114 SP2. Я не сильно люблю китайскую технику в этой игре, но эта машина мне реально зашла. Очень крутой тяж, очень интересный, хотя многие будут говорить, что он довольно-таки скучный. Но я бы так не сказал. Дело в том, что он просто требует от вас спокойной, монотонной игры и это абсолютно не та машина, на которой вы будете постоянно летать по карте и постоянно настреливать через каждые пару секунд. Хотя, повторюсь еще раз, машина действительно продолжает быть интересной, даже несмотря на то, что просит от вас той или иной степени медлительности в игре. Время сведения 4,7 и это, в принципе, объяснимо тем, что у вас альфа целых 620 на базовом снаряде. На осколочно-фугасных 870, хотя пробитий не полных 70 единиц. Ну, соответственно, будете играть против каких-нибудь легких или средних танков, закидывая им в корму. Что касается голды, то здесь 325 пробития на голдовом снаряде. И это классно, хорошо, что позволяет вам забросить практически гарантированно 520 единиц урона и позволяет вам играть без калиброванных снарядов. Почему без них? Потому что даже без калиброванных снарядов с установленным досылателем здесь время перезарядки составляет 14,5 секунд. Именно поэтому я и говорю, данная машина абсолютно не требует от вас спешки. Он, наоборот, просит вас быть немножко поспокойней. Что касается ДПМа, то я бы не сказал, что суперкрутой 2565 действительно не так уж и много. Но, опять-таки, повторюсь, это альфач. А альфачи у нас особо ДПМными, как правило, не бывают. Угол спления орудия вниз минус 7. И да, действительно, плюс-минус комфортно, но все же требует сноровки и определенного рода привычки. Что касается брони, ребят, то по броне здесь, в принципе, все довольно-таки неплохо. Очень хорошо забронирована лобовая часть башни вокруг маски орудия. Очень хорошие щеки с привиденкой в 315 и порой даже немножко больше. Есть небольшая комбашня. Да, пускай картонная, но она не настолько велика, чтобы ее выцеливать. Есть нижний бронелист, который необходимо прятать, потому что здесь особо похвастаться нечем. 234 с привиденкой в прямой проекции машины и 132 без привиденки. Что касается верхнего бронелиста, то 270. Короче говоря, вот здесь вот спереди, когда на вас будут смотреть, поверьте мне, в основном будут выцеливать именно нижний бронелист. Все остальное очень тяжело доступно. Что касается ромбования. Очень круто играет ромбом, не считая вот этой вот зоны. Вот сюда действительно могут пробивать. Что касается бортов, то здесь привиденка просто сумасшедшая. Главное, ребят, помнить по поводу того, что если вы стоите в такой проекции, то вот в этом пятаке 242 перевиденки. Поэтому все-таки немножко доворачивайте для того, чтобы было хотя бы 260. Ну а лучше всего все-таки встречать соперника, смотря на него, скажем так, лицом к лицу. Тогда действительно башню пробить очень сложно. По бортам башни здесь есть плюс-минус броня 160 миллиметров, но на обычных базовых снарядах в основном все вполне спокойно пробивают и рандомные рикошеты встречаются ну прям совсем крайне редко, разве что если куда-то встык какой-то попадает. Что касается корпуса, то здесь все совсем картонное, 90 миллиметров, особо похвастаться нечем. То же самое касается, ребят, и кормы. Что можно сказать по сравнению с другими машинами? Это Альфачи, как я сказал, довольно-таки крутой, не настолько крутой, как проходной Е100, там Е100 680, ребят, единиц урона, но все-таки 620, один из лучших показателей. 630 имеет 60 ТП и вот здесь, ребят, есть маленькое уточнение, а точнее уточнение в отношении того, что меня немножко расстраивает. Расстраивает немножко то, что максимально похожее орудие как раз у проходника, у 60 ТП. Практически тот же самый ДП, практически то же самое пробитие. Альфа на 10 единиц выше, но это незаметно. То же самое касается количества выстрелов в минуту, перезарядки, ну и многих других показателей. Короче говоря, по орудию очень схожи с 60 ТП. И хотелось бы, чтобы здесь красовалась цифра хотя бы в 650 единиц Альфы, тогда он был бы лучше, чем 60 ТП и немножко не дотягивал до Е100, но все-таки был бы самым крутым коллекционным танком на 10 уровне. Но так или иначе, все остальные ребята в отношении Альфы действительно отстают, но преобладают по ДПМ. Что касается подвижности, 32 километра, и я больше чем уверен, что огромное количество обзорщиков будут говорить по поводу того, что машина крайне скучная в отношении подвижности, маневренности, существенно отстает. Но, ребят, забегая наперед, скажу следующее. Это впечатление складывается только, если вы смотрите на сами вот эти цифры в сравнительной таблице. Что касается того, как это играется, то, поверьте мне, вы не будете чувствовать в этой машине прям какой-то скудной подвижности, и она не будет сковывать вас абсолютно в боях. У нее достаточная подвижность для ее возможностей. Что касается процента побед и доходности, то, соответственно, данных на данный момент нет. Но по живому видим, что с этого получится. Я думаю, что своих 53-54% по победам 114 SP2 будет иметь однозначно. Уж больно хороша машина. И если будете прятать нижний бронелист, то особых хлопот доставлять не будет. Ну, разве что, если вы еще параллельно с тем не будете становиться бортом, а уж тем более кормой к соперникам. Ну, по-моему, это золотое правило, играя на любой машине в нашей игре. Ну что, поехали тогда попытаемся покататься на нем, что ли? Ну что, поехали. Начинаем, как обычно, с подвижности. Да, есть машины, которые двигаются лучше. Ну, тот же самый, допустим, Суперконь. У него по таблице, если посмотреть, динамика поярче будет. Но, все-таки, ребят, давайте будем говорить откровенно, не настолько сильно мы от Суперконя отстаем. Поэтому сказать, что прям действительно скудная подвижность, нет. Он вполне спокойно доезжает до позиции, ну и, соответственно, вполне спокойно занимает нужную позицию на карте, для того, чтобы дальше можно было вполне спокойно отыгрывать своей довольно-таки неплохой альфой. Что касается, ребят, внешнего вида тачки. Если мы будем говорить с вами о голой машине, то есть о машине без легендарного вот этого внешнего вида, то смотрится она скучновато. Я пытался на нее напялить все, что угодно, и никакой каму нормально ей не подошел. Это факт. И все вы прекрасно знаете, что я никогда не топил за покупку камуфляжей по стоимости премиумных машин. Я всегда говорил, что лучше за место какого-нибудь каму приобрести себе какой-нибудь премиумный танчик. Но в то же время хочется отметить, что в этом легендарном внешнем виде тачка смотрится просто обалденно. Он действительно очень крут, и я аплодирую разработчикам за то, что они не сделали с него очередного динозавра или какую-то бредятину. Это действительно крутой внешний вид, который всячески показывает, что это все-таки, ребят, танк в первую очередь, а не игрушка в руках какого-нибудь ребенка. Он действительно выглядит максимально реалистично, ну и, соответственно, этим мне, честно говоря, и нравится. Я люблю, когда танки являются танками в первую очередь. Что касается игровых возможностей и того, что я могу посоветовать от себя, хотя не являюсь киберспортсменом, я не являюсь суперстатистом, я обычный игрок такой же, как и вы, и могу просто поделиться своим впечатлением о машине и от того, как на ней я лично играю. Мне кажется, что самое классное, что вы можете сделать на данной тачке, это не особо куда-то торопиться, просто быть рядом со своими союзниками, ну и, соответственно, их поддерживать своим уроном, который здесь довольно-таки крутой. Вот сейчас он будет пытаться выцеливать у меня нижний бронелист. Ничего у него не вышло, союзники его добрали, ну и слава богу, в принципе. Хотя, с другой стороны, не смог накинуть дополнительного урона. В отношении стрельбы без полного сведения. Я сейчас специально не сводился полностью в напоминании в отношении времени сведения и точности орудия. На дальних расстояниях орудие, можно сказать, плюс-минус точное. То есть выцеливать соперников вы сможете, вы будете по ним попадать, но помните, на данной машине без полного сведения орудие косит просто практически безбожно. Порой, конечно, удивляет, удивляет, насколько точно что-то куда-то летит, но это встречается крайне-крайне редко. В основном, ребят, будьте готовы к тому, что снаряд будет неожиданно уходить прям вообще вдаль от ваших соперников, ну и, соответственно, вы будете, скорее всего, из-за этого расстраиваться. Что касается угла склонения орудия. Минус 7. Я бы не сказал, что это самый лучший показатель, но все же, ребят, играть на нем можно и вполне себе даже достойно. Вот вам, пожалуйста, уровень бронирования машины, если отыгрывать от башни и если вы будете находиться на карте, скажем так, в такой проекции, чтобы ваш нижний бронелист не был засвечен. В таком случае, ребят, все будет хорошо. В клинче машина показывает себя довольно неплохо, но я бы не сказал, что это, скажем так, панацея полностью от всего и что прям совсем никто вас не пробьет. Понятное дело, что пробивать будут, если особенно будут использовать голдовые снаряды. Ну, я так понимаю, что именно сейчас вот это вот все и происходит, потому что, по большому счету, у меня здесь нет таких мест на башне, которые легко пробиваются. Но я про верхний бронелист говорил изначально. Итак, ребят, победа. Победа, я бы сказал, заслуженная, но не так заслуженная мной, как заслуженная всей командой. Я не собираюсь вешать себе те медали на шею, которых я не заработал. 1800 единиц урона для данной машины это вообще ни о чем. И сказать, что это действительно какой-то показатель, я не могу. Вполне спокойно на данной тачке делал по 2800, по 3000 урона во время теста. И я могу сказать от себя лично, что машина была запущена в игру в том состоянии, в котором она и была, в принципе. В нее особых там каких-то изменений не вносилось. С учетом того, что я не считаю данный результат показательным для данной тачки, я считаю, что мы имеем полное моральное право зайти еще в один бой, а точнее даже моральную обязанность. Ну что, друзья, погнали. В предыдущем бою, в принципе, обсудили все, что можно было обсудить по данной машине. И внешний вид, и ее возможности в отношении подвижности и маневренности, и ее орудия, ее броню. Затестили все это дело. Ну а теперь давайте попытаемся приложить максимальных усилий к тому, чтобы дать на ней максимально позитивный, ну и я бы сказал, максимально привычный для нее результат. В отношении настрела и, ну и, соответственно, в отношении результативности в целом по бою. Поехали, друзья. Будем пытаться, будем пытаться быть максимально полезными. Так, 60 ТП Ливандовского. Время сведения и, соответственно, отсутствие возможности. Не очень радует. Ладно. Так. Добрали, товарища, не успел. Вообще, ребят, игра на данной тачке, она максимально проста. Тебе необходимо никуда не торопиться. Тебе просто необходимо изначально определиться, чем ты будешь в бою заниматься и кому в этом бою ты будешь помогать. Сейчас немножко психанул без полного сведения выстрел, но сугубо на фарт. Потому что понимал, что еще какая-то доля секунды и 60 ТП просто уйдет. Уйдет за горку. Ну и, соответственно, я в любом случае в него откинуть не смогу. Так, отходим, отходим. Три, две, один, ноль, пуск. И еще один выстрел. Отправляем товарища отдыхать. Что меня радует на данной тачке, ребят, так это то, что за 5 выстрелов вы вполне спокойно перешагиваете порог в 2500 урона. Вообще, без напряга и, я бы сказал, практически ничего не делая. Единственное что, будьте готовы к тому, что вам придется несколько боев привыкать ко времени сведения. Это действительно, я бы сказал, ахиллесово пита данной машины. Но, как говорится, нет идеальных машин. Есть машины, приближенные к идеалу или очень отдалены от него. Данная машина максимально приближена к идеалу, но имеет, безусловно, свои определенного рода недостатки. Время перезарядки, что бы там ни говорили, я недостатком конкретно в данной машине не считаю. Я считаю данное время перезарядки просто оправданным. Оправданным, потому что, в принципе, ты понимаешь, за что ты расплачиваешься, настолько долго перезаряжаясь. Ты расплачиваешься за возможность за каждый выстрел накидывать более 650 порой единиц урона на базовом снаряде. Действительно, очень круто. И вот таких вот товарищей с 600 единиц вы вполне спокойно можете добирать и отправлять в ангар. Итак, ребят, в данном бою у нас получилось 2 фрага. Опять-таки, не считаю, что это прям суперкрутой результат, но в целом уже максимально приближен к реальной картине. Если в предыдущем бою мы не смогли дотянуть до 2000 урона, и я бы сказал, что бой получился такой себе вяленький, то здесь вот эти вот стандартизированные 2500 урона, 2 уничтоженных соперника. Что касается фарма, ребят, это не фармер, и не стоит готовиться к тому, что эта машина будет приносить вам определенного количества горы серебра стандартизированные. Эта машина просто ради фана, и фанить она действительно умеет, только умеет фанить как-то, знаете, так вот спокойно, вальяжно и уравновешенно. Третье место в команде по урону, можете делать и больше результаты, но все зависит от того, насколько хорошо сложатся события в бою. Порой это даже не зависит от вас, это зависит просто от обстановки в бою, от ваших соперников, насколько они подкованы, ну и уж тем более от ваших союзников, насколько они грамотно играют. В целом машина довольно-таки неплохая получилась. Да, ребят, это не имба, и я не собираюсь вешать на нее определенный ярлык в отношении того, что это прям самая крутая тачка на 10 уровне. Но все-таки она очень-очень заслуживает вашего внимания, и поверьте мне, вы не пожалеете, если эта машина появится в ваших ангарах. Никого ни к чему не агитирую, не говорю о том, что вы должны сломя голову бежать и сливать полностью все, что у вас есть для того, чтобы ее получить, но уверен, что вы обрадуетесь, если она у вас все-таки появится. Это был, как всегда, честный ГСН на его абсолютно честном канале. Если вы за то, чтобы вам никто в уши не писал, подписывайтесь прямо сейчас на канал и обязательно приходите на следующий видос. Ну а еще поставьте лайк за мои труды и старания, мне будет очень приятно. Также приятно будет почитать ваши комментарии. Побежал снимать специально для вас, ну а вам, друзья мои, обязательно мира и спокойствия. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»